Слава Господу! Если христиане молятся и говорят благословляем, то они говорят благословляем, но на самом деле, ну там власти, оппозицию и так далее и тому подобное. И знаете, что вам хочу сказать, что я знаю, что на самом деле оно не простое время. Не берусь комментировать вообще то, что сейчас происходит на самом деле, потому что поэтому есть двоякие мнения. Я знаю, что есть одно мнение, мнение Иисуса. И библейское мнение, оно будет самое ценное, правда? Это истина. И знаете, я знаю, что история Украины была написана еще до того, как был сотворен мир. Я знаю, что у Бога есть четкий план для этой земли. Я знаю, что Божий план, он не кровопролитный. Я знаю, что он добрый, он благой. Это тот план, который дает надежду. И я соглашаюсь с Божьим планом. Я не верю людям, хочу вам сказать правду. Ну, есть люди, которым я доверяю. Ну, не всем. И то даже из огромного количества людей, которых я знаю, я не уверен даже в тех, ты до конца не можешь доверять людям, потому что Библия говорит, что человек – это человек. Но послушайте, надеющаясь на Господа, написано, не постыдятся. Аминь. И у Бога есть планы на добро. И я начну свою пропусть с того, что я часто говорю на своих собраниях. Бог добрый, Он любит нас, и у Него есть хороший план для нашей жизни. Аминь. Независимо от того, что происходит от нас. И знаете, сейчас много там постов, комментов разных, да, информации в интернете. У своей сестры во Христе и боевой подруги там по нескольким крестовым походам, у Аксамиты, Новочук есть такая в Киеве. Вот. Я прочитал у нее недавно такой хороший статус в Фейсбуке, она написала. Она написала, я отказываюсь видеть свою Украину в крови, разрозненной, разбитой. Она пишет, я вижу свою Украину, страну, в которой я живу. Я вижу ее красивой, цветущей, благословленной. И я принимаю решение видеть ее такой в своих снах и в своих молитвах. Аминь. И знаете, это слова такого, это мудрые слова мудрого человека на самом деле. Потому что вокруг нас много чего может происходить. Но знаете, наша жизнь определяется Словом Божьим и нашей позицией по отношению к Слову Божьему. Аминь. Я сегодня буду говорить о свободе. Буду делиться мыслями о свободе. Потому что Библия говорит, Галатам 5.1 написано, «Итак, стойте в свободе, который даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игру рабства». И знаете, сегодня много людей сражается за свободу, многие говорят за свободу. И наша страна она не исключение. Потому что если смотреть особенно там новости последних пяти лет, да, то вообще, честно говоря, из истории человечества постоянно люди сражались. Правда, да? На самом деле в истории человечества не было много мирных таких времени. Обычно люди сражаются. И самая распространенная, за что люди сражаются, это за что? За свободу, да? Правильно я говорю? И люди говорят там, нам надо завоевать свободу. У меня вопрос, христиане, что значит свобода для вас? В чем Иисус даровал нам свободу? Осознаете ли вы ту свободу, которую вы имеете во Христе? Знаете, много стран сражаются там, Египет, Ближний Восток. Помните, да, события там где-то трехлетней давности, когда была первая революция в Египте, да? Помните это? Я просто комментирую факты, которые очевидны. И когда произошла эта революция, люди там две или три недели на площади жили, да? Помните, радовались, плясали, танцевали. Все средства массовой информации говорили, вот она, говорили, вот она победа. Как-то вот это слово демократия, там знаете, такое абстрактное на самом деле. И люди говорят, вот это настоящая победа свободы. И потом в Египте провели опрос, да? Вы свободны? Они говорят, да, вы свободны. Они говорят, а в чем вы свободны? Они говорят, ну мы свободны во всем. Они говорят, а если люди, которые, они говорят, мы свободны, теперь нам никто не мешает. И первое правительство, которое пришло к той власти, оно было при поддержке фракции, которая называлась «Братья-мусульмане». И они сказали, мы свободны теперь строить шариатское государство. И когда проводили социологические опросы, задавали людям вопрос, а если кто-то уйдет из ислама и примет христианство или другую религию, ответ людей был бы очень простой, мы убьем их. Знаете, интересно, что люди сражались и дали людям свободу, те, которые потом пытались другим людям навязать рабство. Но истина в том, что люди, которые пришли, то они не были свободны. И как результат, не прошло много времени, там опять, знаете, сейчас полстраны живет на площади, не может разобраться, что с этим дальше делать. Почему? Потому что люди, которые могут дать свободу другим, они должны быть сами свободны. Аминь. Знаете, рабы не могут принести кому-то свободу. Для того, чтобы кому-то давать свободу, вы должны быть свободны и сами. И мне нравится, что независимо от того, в каком государстве мы живем, на каком языке разговариваем, какой у нас цвет кожи, да, на каком языке мы общаемся, послушайте, независимо от того, какое у нас образование или какой пол, есть Иисус, который призвал нас и который даровал нам свободу, правильно? И независимо от того, что происходит вокруг нас, послушайте, на мою свободу ничто повлиять не может. На мою свободу во Христе ничто не может повлиять. И знаете, мне тоже задают этот вопрос, там, как бы, вот особенно друзья с Украины шутят, потому что я живу в Крыму, да, знаете, что это спокойный регион такой, там все тихо, все хорошо, люди просто ожидают курортного сезона, им вообще все равно там, что тут происходит. И когда я звоню людям на Украину, все говорят, ну что, на Майдане был, на Майдане был, я говорю, послушайте, каждый должен заниматься своим делом. Бог призвал меня в Украину, вы знаете, что я, мне не все равно будущее этой страны, потому что у меня жена гражданка этой страны, у меня дети граждане этой страны, я не являюсь гражданином этой страны, я бы мог жить в другой стране, я бы мог жить в Беларуси, я бы мог спокойно сейчас получить гражданство, жить в Грузии, но Бог призвал меня жить в этой стране. И знаете, мне не все равно будущее этой страны. И я знаю, что для того, чтобы в этой стране было что-то по-другому, я должен выполнять то, к чему меня призвал Господь. И Бог призвал меня здесь проповедовать людям Евангелие. Потому что единственное, что освобождает людей, это Евангелие. И когда воссияет свет Евангелия, тогда люди становятся свободными. И знаете, свободные люди, они могут создать свободное государство. Но иногда на меня обижаются и говорят, да вот ты не понимаешь просто, тебе там все равно, ты живешь там. Я живу в той же стране, общаюсь с теми же людьми, хочу вам сказать, и нахожусь в тех же самых ситуациях. Знаете, я скажу вам больше, я езжу по многим другим странам. И я много был в разных странах Европы и смотрел недавно по интернету. Вот специально, когда готовился к этой проповеди, посмотрел по интернету разные социологические исследования. Я вам хочу сказать, что в мире нет ни одной системы, которая бы удовлетворила нужды человечества. Нет ни одной политической, экономической системы, которая ответила бы на все нужды. Которая бы убрала депрессию, которая бы убрала бы суицид, которая бы накормила абсолютно всех людей. Нет в мире такой системы. Почему? Потому что ее никогда не существовало. Эта система существовала в Эдемском саду до грехопадения. Аминь. Правда? И слава Богу, что Иисус Христос заплатил за наше искупление. Слава Богу за то, что Иисус Христос вернулся в первоначальное положение. Слава Богу, что мы сегодня имеем доступ к Отцу. Правда? Слава Богу, что мы можем быть благословлены посреди любых кризисов, катаклизм, знаете, посреди, что бы ни происходило вокруг нас. Если мы со Христом, тогда наше будущее предопределено. Правда? Тогда наше настоящее, оно в руках Господа. Тогда у нашего прошлого нет шансов над нами что-то делать с нами. Но если этого нет у нас, знаете, если нет Иисуса, тогда, в общем-то, где бы ты ни жил, что бы ты ни делал, да, чем бы ты ни занимался. Послушай, у тебя нет будущего, просто-напросто нет надежды, ты все равно не знаешь, куда идешь. И весь этот хаос происходит только лишь по одной причине. Потому что люди с момента грехопадения, они лишились познания Божьей славы и Божьего откровения. И знаете, к чему призвал Христос церковь? Нас как верующих. Я знаю, что то, что происходит здесь, я знаю, что Бог будет действовать через людей в данной ситуации на Украине. Я знаю, что есть люди призванные. Я не знаю, кто эти люди. Не знаю, каков Божий план. Но я знаю, что как верующий человек и каждый из нас, как христианин, у нас есть, Иисус попросил нас кое о чем, последняя просьба его была, когда он возносился. Он говорит, идите по всему лицу земли, да, проповедуйте Евангелие каждому творению. Надо, свет Евангелия должен воссиять. Для того, чтобы открылись глаза, для того, чтобы у людей открылись сердца, для того, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону, да. И когда люди начнут меняться изнутри, тогда и внешняя ситуация изменится. Аминь. И мы сегодня будем говорить об этом самом, о свободе, которую мы имеем во Христе. Почему? Потому что сети рабства, они больше опасны для души, чем для плоти. Послушайте меня, люди. Скажу вам одну большую истину. Я был, и я вот сейчас живу на свободе. Были времена, когда я жил не на свободе, но это было до покаяния. То есть там, где свобода ограничена. И я знаю вот что, что если ты внутри раб, то даже оставаясь на свободе, ты все равно будешь рабом. Но если ты внутри свободный человек, то даже если что-то тебя сдержит, ты ограничивает. Послушайте, ты все равно будешь свободным человеком. И то, что происходит внутри тебя, оно все равно проявится внешне. Я часто говорю, мы живем изнутри наружу. Вера – это то, что внутри тебя происходит, а не то, что внешне, не то, что снаружи. Люди говорят, ты что не видишь, что происходит, посмотри, что творится. Послушайте, единственное, куда я хочу смотреть, это на Иисуса Христа. Мне все равно, что происходит у нас, правда, хочу вам сказать, внешне не должно определять мое внутреннее. Если внешне определяет мое внутреннее, значит, это говорит о том, что внутри меня не произошло никакой перемены. Но если я пришел к Иисусу, если жизнь Божья поселилась внутри меня, если внутри я стал подобен Богу, то, послушайте, мое внутреннее, оно определяет мое внешнее. Я принимаю решение смотреть на себя и на ту землю, в которой я живу, другими глазами. Несмотря на то, что здесь происходит, я верю, что у этой земли есть благословенное будущее. Ее есть сильное будущее, хорошее будущее. Это хорошая земля, это хороший народ. Вот, знаете, даже вот недавно президент Беларуси, с которым часто там смеются, там в интернете есть ролик, где он сказал, говорит, я вообще удивлен, потому что Украина это хорошая страна и хороший народ. От него никто не ожидал такого высказывания, когда он начал говорить о том, что он, даже он верит, что у Украины есть гораздо лучшее будущее, чем происходит сейчас. И послушайте, будущее творится не на баррикадах. Будущее страны творится в сердцах людей, рожденных свыше. Аминь. Если вы посмотрите историю, вы будете видеть, что всегда перемены в любой части мира наступали тогда, когда Слово Божье, оно выплескивалось за пределы церквей, когда оно становилось доступным людям. Когда Бог посещал людей, они понимали откровения, принимали откровения от Бога, тогда что-то происходило. Помните этот момент, когда Мартин Лютер, он прибил 95 тезисов в Виттенберге, да, к монастырю? Что произошло? Что сделал Мартин Лютер? Он сделал Библию доступной. И Слово Божье стало распространяться. Знаете, это было нелегко, кому-то это стоило на самом деле. Но, когда Слово Божье получило распространение, в Европе произошло то, что мы называем сегодня эпохой возрождения. Правильно я говорю, да, историки? Или это мы называем золотым веком Европы, когда были написаны величайшие произведения музыкальные, да, когда были сделаны величайшие открытия, которые сегодня, в общем-то, влияют и сегодня на науку, те открытия, которые были сделаны тогда. Когда были заложены такие основы, таких политических, экономических законов, которые сегодня работают и могут быть во благо для людей. Почему? Потому что люди получили откровение, и Бог смог действовать через людей и приносить свою, скажем так, свой план на эту землю. Когда-то это произошло в недавнее время, допустим, если смотреть 20 век, это произошло когда-то в Южной Корее, когда Слово Божье распространилось настолько, что среди людей, что 75% сегодня являются рожденными свыше. И когда 75% людей являются рожденными свыше, Богу легко приносить свои планы на эту землю, правда? Ведь до того, пока люди не получат откровения от Бога, мнений может быть много. И каждое мнение имеет свои плюсы и минусы. Но послушайте, я знаю, что последнее Слово за Богом. Аминь. И у Бога есть самый лучший план для этой земли. И послушайте, итак, что говорит Иисус о свободе? Иисус о свободе говорит очень простую фразу. Он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Послушайте, свободными делают не люди и не реформы, свободными люди делают истина. Очень просто. Познайте истину, и истина сделает свободу. Где сосредоточена истина? Истина сосредоточена здесь. Этот свод книг называется Библия, да? Здесь сосредоточена вся истина, вся мудрость и весь план для человечества. Иисус говорит, если вы хотите быть свободными, знаете, евреи, которые упрекали Иисуса в этом, не сказали, мы никогда не были никому рабами. Но Иисус показал, как люди могут быть свободными. Он говорит, человека освобождает только истина. Истина, которая есть в Иисусе. Если вы хотите быть свободным человеком, вам надо прилюбляться к Иисусу. Не смотреть на то, что происходит снаружи, но смотреть на то, что говорит Иисус. И Павел говорит, я прочитаю из расширенного перевода Живой Библии, каждый раз говорю людям, что кому-то надо перевести на русский язык этот перевод. Он не должен только на английском быть языке, он должен быть и на русском языке. Послушайте, что говорит Павел в Ефесянах 1.7. В расширенном переводе сказано так, что благодаря жертвенной крови Мессии, кровь которого была пролита на жертвеннике, мы стали свободными людьми, свободными от наказания за все наши плохие дела. И не еле-еле свободными, но свободными изобильно. Это та свобода, за которую я сражаюсь, пишет апостол Павел. В русском языке, а там немножко по-другому и гораздо скуднее. Но мне нравится расширенный перевод Библии, он говорит, это та свобода, за которую я сражаюсь. И дальше он пишет, стойте твердо в той свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь игу рабства. Почему я сегодня говорю об этом? Потому что, повторюсь еще раз, информационная война, она самая опасная. Потому что, вот даже сегодня, когда Зоя молилась, она говорит, что дай нам, Господь, понимать твои пути, правильно я говорю, а не склониться на сторону мира. Потому что сегодня мир навязывает свое мнение. И она говорит, что единственный вариант развязки событий может такой или такой, но послушайте, у Бога есть самый лучший план для этой страны и для этой земли. И по-другому быть не может. И Павел говорит, стойте твердо в свободе, которую даровал вам Христос, потому что если ты соглашаешься с мнением мира, ты легко очень можешь попасть на все эти рабства. И знаете, это так кажется незаметно, правильно, актуально, справедливо, но ты становишься совсем не на тот путь, и потом происходят разные катаклизмы. И я вам хочу сказать правду, хочу сказать, что говорю быстро, потому что понимаю, что холодно. Сначала я потирал руки, а потом думаю, что остывать нам рановато, есть у нас еще дела. Поэтому я думаю, что это температура, а не что-то такое, а не вознесение. Вот, и хочу вам сказать, что на самом деле одно мнение, которое я слышал из средств массовой информации, один человек сказал о том, что происходит в Украине, он говорит, что никакая революция, она не стоит пролитой крови человеческой. Я знаю, что самая дорогая жизнь. Знаете, я задумался, я начал смотреть Библию, и я увидел, что на самом деле есть только одна кровь, которая была пролитой, и которая есть оправдание. Это кровь Иисуса Христа. И слава Богу, что она была пролита. Но больше никакое кровопролитие оправдания не имеет. И никогда Божий план этого к себе не предполагал. И этого не должно быть. Аминь. Поэтому я верю, что Божий план, он самый лучший, тот, который есть у нас. И я хочу сегодня поговорить о четырех фактах о той свободе, о которой говорит Библия. Здесь вообще, знаете, вообще, если читать послание к Ефесянам, там Павел говорит о разных видах свободы. Он говорит там во второй главе, допустим, с первого по десятый стих, говорится о свободе от разрушительных желаний, от падшей природы. В Ефесянах 2.19 говорится о свободе от статуса беженца. Я знаю, что пастор Юрий когда-то проповедовал целую проповедь здесь. Откажись от статуса беженца. И очень такая хорошая, актуальная проповедь. Потому что когда касается, знаете, слов и высказываний, то христиане говорят, мы свободные. Но когда ты начинаешь с ними разговаривать, их менталитет, то есть они единственное, на что претендуют, это на статус беженства. Но послушайте, у нас не статус беженца, нам не от кого прятаться. Библия говорит ясно и четко, 2.19, что Бог принял нас в семью. То есть мы были рождены в семью, не вступили в организацию. А благодаря крови Иисуса Христа мы стали близки с Богом. С ограждения святым и своей Богу написано. Мы одна семья, мы дети, поэтому все, что есть на небесах, оно принадлежит нам. Аминь. Но я буду говорить немножко о другом. Итак, послушайте, 4 грани свободы во Христе, или 4 свободы, которые мы имеем. Итак, послушайте меня внимательно. Послание Галатам сегодня будет нашей центральной темой, потому что оно мне очень сильно нравится. И вообще послание Галатам это послание свободы. Потому что Павел, когда писал это послание, он находился не в самой простой ситуации. Он написал здесь очень интересные события. Аминь. И мне нравится то, что в 4 стихе сказано. Давайте я прочитаю 3-4. Он пишет братья и сестры тоже. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца вашего». Послушайте. Избавить нас от настоящего лукавого века. Первое – свобода, которая мне больше всего нравится. Мы свободны от этого мира. Аминь. Что бы ни происходило с нами, мы свободны от системы этого мира. Мы свободны от менталитета этого мира. Мы свободны от мнения этого мира. Мы свободны от руководства этого мира. Почему? Почему? Потому что Иисус на кресте заплатил за это и избавил нас от этого. Послушайте, мир навязывает свое, вся реклама, все мнение мира, все маркетинговые там эти, все штуки там, они построены на одном. Мир говорит, если у тебя этого нет, значит, ты не такой, как все, да? Если ты вот этого не имеешь, значит, ты неудачник. И вся реклама на этом построена. Аминь, правильно я говорю, да? Так или нет? Знаете, многие люди попадают на эту уловку. Другими словами, что говорит дьявол через все это? Дьявол говорит, что Бог недостаточно хорош. То есть, да, ты можешь быть верующим, у тебя может быть вот это, вот это, но если ты не имеешь чего-то, то, значит, ты не состоялся как человек, как личность. Мир диктует моду, мир диктует какие-то правила, мир диктует много всего. Но послушайте, Библия говорит, что во Христе мы имеем полноту. Если я имею Иисуса, значит, я не имею недостатки ни в каком даровании. Если у меня есть Иисус, значит, у меня есть все. Если у меня есть Господь, значит, у меня есть полнота и гармония. Библия называет это шалом, мир. Все на месте, ничего не сломано. Но мир говорит, если ты чего-то не имеешь, значит, ты не состоялся. Послушайте меня, все это приводит людей к чему? К чувству стыда, стыд и вина. Откуда пришел стыд? Стыд пришел из Эдемского сада. Когда люди согрешили, когда они не повиновались Слову Божьему, Божье присутствие их покинуло, и они обнаружили, что они наги. И они устыдились. Первый стыд пришел там в результате грехопадения. И всякий раз, когда люди переходят какую-то определенную грань, что происходит? Они стыдятся. Что такое слово грех? Слово грех означает мимо цели. Знаете, да, это? Тоже известный факт, я уже говорил об этом. Каждый раз, когда люди не соглашаются со Словом Божьим, они идут мимо определенной цели. Каждый раз, когда ты не становишься на позиции Слова Божьего, приходит стыд, вина и осуждение. И знаете, что интересно? Что люди говорят, мы искуплены. Люди говорят, я верю Богу. Люди говорят, я посещаю церковь, я христианин. Но многие люди, благодаря тому, что они позволяют мнению мира навязывать себе, они ходят так, как будто их одежда запачкана. Да, я верующий, я искуплен, но со мной все равно что-то не так. Где-то тут есть пятнышко. Да? Правда я говорю или нет? А, народ? Бывает это с менталитетом? Да. Послушайте, в чем вам надо ясно и четко убедиться. Есть единственный лучший пятновыводитель. Кровь Иисуса Христа, которая смыла всякий порог и всякое пятно с нас. Что бы раньше не было, что бы ни происходило со мной, что бы ни говорил мир, у мира есть свое мнение, послушайте, меня мнение мира не интересует. Бог говорит, что все мои грехи были смыты на Голгофском кресте. Бог говорит, что Иисус уберил все, что было со мной не так. Бог говорит, что все пороки, за них было заплачено. Бог говорит, что все, что было раньше, его больше не существует. И теперь моя жизнь – белый лист бумаги. Как бы там ни было, что бы ни говорил мир, мне все равно, что говорит мир. Я не позволяю мнению мира изменять свое мышление. Что бы ни говорил мир, какая бы ни была мода, послушайте, я знаю, что если Иисус во мне, значит, со мной все в порядке. Аминь. Если Иисус со мной, значит, я двигаюсь дальше. Если Иисус на моей стороне, значит, нас нельзя остановить. Если Иисус с нами, значит, мы не ограничены ни в чем. Почему? Потому что Бог, Создатель неба и земли, живет внутри нас. Что может вас ограничить? Почему сегодня христиане говорят, я не могу это делать, я не могу это делать, я ограничен этим, я ограничен тем, да только лишь по одной причине. Потому что вы перестали смотреть на Иисуса, который живет внутри вас. Внутри вас Автор и Творец Вселенной. Все, что вас окружает, было сотворено тем, кто сжался до таких размеров, что поместился внутрь вас. Ваш дух проник и живет. Творец Вселенной, который держит землю на своей руке. За тысячелетия земля не отклонилась ни на один градус. Возможно, и происходят какие-то катаклизмы. Но под тем градусом, под которым ее Господь установил, она и находится. За все тысячелетия земля не останавливалась. Она все так же крутилась. Один раз она остановилась. Когда это было нужно Богу, когда Моисей попросил его об этом. Но больше земля не останавливалась. Только как по Божьему велению. Понимаете, о чем я говорю? Ничто не может остановить ход событий. Время тикает. Мы сотворены в разделе временные и пространства. Наша земная жизнь там и проходит. И часы Божьи идут. Их нельзя остановить. Время тикает. И тот, кто все это задает и держит в своей руке, он живет внутри нас. Аминь. Пока вы смотрите на проблемы, проблемы будут большими, и Иисус маленький. Начнете смотреть на Иисуса, Иисус станет большим, а проблемы маленькие. Аминь. Знаете, что такое вера? Вера это то, что берет что-то внутри вас и переносит это во внешний мир. Делает это материальным. Помните, в советское время, когда был период перестройки, была такая программа «Прожектор перестройки». Кто помнит? Люди более старшего поколения, да? И там часто рассказывали про Несунов. Были такие люди, которые приходили на работу, и всегда часть с работы они уносили домой. Их там ловили ночью с камерами, с прожекторами. И было такое, знаете, слово такое позорное – Несуны. Потому что они брали что-то внутри и переносили это снаружи. И знаете, что вера – это Несун на самом деле. Это такой инструмент, как Несуны. Потому что вера берет что-то внутри и переносит это снаружи. И делает так, что это видно. И только вы задаете тон своей веры. Только вы используете этот инструмент. Вера – это инструмент, которым вы работаете. Знаете, что любым инструментом можно по-разному работать. То есть можно взять нож и можно им красиво вырезать что-то. Какой-нибудь там цветок из арбуза там, да? Или как-то сделать красивую нарезку. Можно взять резец, красиво выстругать из дерева какую-то бумагу. Вы можете взять или резец, или нож и убить человека. Да? Правда я говорю или нет? Кобзарь говорит, не можем. Не, ну вообще у некоторых получается. Вот. Почему? Один и тот же инструмент. Все зависит от того, как вы используете. То же самое касается вас. Один и тот же инструмент вера. Все зависит от того, как вы используете. На что вы смотрите? Что вы позволяете этому несуну вынести из вас? Библия говорит, что человек, добрый человек из доброго сокровища выносит нечто доброе. А злой человек выносит из злого своего сокровища сердца. Вопрос в том, что является вашим сокровищем. Аминь. Вопрос в том, что является вашим внутренним миром. Вопрос в том, на что вы смотрите. Иисус говорит, ты свободен. Стой в свободе. Я искупил тебя. Я избавил тебя. Я смыл твое прошлое. Теперь твое прошлое определяется моим словом. Иисус говорит, я с тобой. Ничто не может остановить тебя. Люди говорят, мы ограничены. А Иисус говорит, идите по всему лицу земли. А? Люди говорят, я не могу этого делать. А Библия говорит, все, возможно, верующему. Люди говорят, но это заболевание не лечится. А Библия говорит, что все немощи и болезни были помещены на Иисуса Христа. Да? Люди говорят, в этой стране невозможно ничего сделать. А Библия говорит, что проклятие было на кресте, а благословение Авраама сегодня на нас. Люди говорят, что сегодня нельзя здесь делать определенные вещи. А Библия говорит, что все, куда ступят твои ноги, оно будет освещаться. Все, к чему прикоснутся твои руки, оно будет благословлено. Да? Правда, говорит Библия? В чем вопрос? Вопрос в том, что ты с этим делаешь. Вопрос в том, на что ты смотришь. Вопрос в том, на что ты обращаешь внимание. Позволяешь ли ты миру навязывать на себя какие-то вещи, или ты позволяешь Богу определять то, что будет происходить в твоей жизни. Знаете, есть интересный момент. Когда это находится в книге Иисуса Навина, в пятой главе, по-моему, там где-то с первого по девятый стих. Написано, что был период, когда старое поколение, которое вышло из Египта и было обрезано, оно умерло. И написано, поднялось новое поколение. И некоторым уже там было около сорока лет, потому что дети рождались постоянно у них. Вот, с того момента, как они вышли из Египта. И, ну и до того даже тоже. Вот. И старое поколение, которое вышло из Египта, оно умерло. А осталось новое поколение. И им предстояло войти в это самое, перейти Иордан и войти в землю обетованную. И Бог не пускал их до определенного момента. И когда умерло старое поколение, и новое должно было войти, Бог сказал, Иисус, сделай острые каменные ножи. А потом возьмешь всех младенцев, парней, юношей, стариков, взрослых мужчин, ну как бы там стариков не было, там максимум было сорок лет людям. Ну, говорит, возьмешь всех этих личностей мужского пола и обрежешь. И знаете, что интересно? Что младенцам там не пристали, ну, воевать не надо было, а взрослым людям надо было идти на войну. Я разговаривал с одним врачом, он говорит, что обрезание почему делают младенцам? Потому что для них это не является шоком. А когда обрезание люди делают в зрелом возрасте, они там потом пять дней сколько-то там отходят, потому что, ну, не знаю, почему это происходит, вот, потому что людям просто сложно. И знаете, идти на войну с больными людьми, которые страдают, казалось бы, нелогичным. Но Бог кое-что знал. И Он говорит, Иисус, возьми и обрежь их всех, всех обрезай, потому что им предстоит войти в землю обетованную. Иисус взял каменные ножи, обрезал, и когда Он их обрезал, что Бог сказал Израилю? В 9 стихе написано, ныне я снял сынов израилю их поношение египетское. Интересно, они родились уже не в Египте, слышите меня? А поношение египетское было на них. Они родились в пустыне, за границами Египта. Но вот этот вот позор Египта, стыд Египта, менталитет Египта был на них. И Бог знал, что эти люди в землю обетованную не войдут. Эти люди Божьего плана не исполнят. Эти люди погоду не сделают. Они не в состоянии были войти. Слышите меня, люди? Важно не ваше физическое состояние, а важно ваше эмоциональное состояние. Важно не то, какие вы там сильные, накачанные, или что у вас происходит в физическом мире. Важно то, что происходит внутри вас. Потому что внутреннее определяет внешнее. И Бог говорит, они не войдут. Да, они выросли, они не были рабами 40 лет. Они выросли уже там, где... Но вот этот менталитет Египта остался внутри них. И если их не обрезать, ничего не будет. И Он говорит, бери каменные ножи и обрезай. Иисус, наверное, обрезал их. И Бог говорит, ныне я снял с сынов Израилевых поношение египетское. И этот народ вошел в землю обетованную. Аминь. Слышите меня, народ? Люди, которые находятся в стыде, они никогда не войдут в землю обетованную. Люди, которые находятся в стыде, люди, которые находятся под менталитетом мира, люди, которые не изменят свое мышление в сторону Слова Божьего, они никогда не войдут в полноту благословений Божьих. Вы можете всю жизнь ходить в церковь, можете всю жизнь петь потрясающие песни, можете цитировать Библию, что угодно можете делать. Но послушайте, до тех пор Павел говорит очень простую такую мудрую вещь. Не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья, благая и угодная. Павел говорит, если вы измените свой менталитет, тогда с вами будет все в порядке. Да, вы можете быть новым творением, но если вы, послушайте, вы можете родиться свыше, но если вы не позволите Духу Святому посредством Слова Божьего изменить ваш мир, изменить ваш менталитет, изменить вашу душу, народ, вы так и останетесь, знаете, мечтателями, вы так и будете знать, что где-то что-то есть, вы так и будете слышать, что кого-то Бог благословил, кого-то исцелил, но не меня. Видно, на это нет Божьей воли и находить этому оправдание. Но если вы позволите Иисусу, Который внутри вас, встать в полный рост, тогда ваша жизнь может быть изменена. Аминь. Мир навязывает много чего. Есть целый, там иногда, знаете, телевизор листаешь, там есть такой канал-телемагазин. И каждая реклама говорит, что если у тебя этого нет, то ты не состоялся. Если у тебя этого нет, ты не состоялся. И там всего надо купить каких-то 20 вещей, знаете. И если каждый из них уделять 15 минут в день, то ты будешь самым успешным, самым стройным, самым сильным, самым веселым. У тебя лампочка будет, которую можно будет прилепить в подвале, в гараже, под машиной, где угодно. Ну и там, и разное. Мир навязывает свое. И только первым пяти позвонившим есть суперпропозиция. Уже месяц. Как бы там ни было. Мир навязывает свой менталитет. Но послушайте, не позволяйте миру навязывать вам свой менталитет. Не позволяйте миру навязывать вам чувство стыда. Бог освободил нас от чувства стыда и вины. Все, что было со мной не так. Все, в чем я был ущербный. Все, что происходило со мной в земной жизни, это надо мной не имеет власти. Почему? Потому что Иисус Христос на Голгофском кресте снял с меня вину и стыд. Мне нечего стыдиться. Мое прошлое истерто. Теперь я новое творение во Христе Иисусе. Аминь. И меня ничто не может ограничить. Второе, о чем мы будем говорить. Мы избавлены от закона, который был пригвожден ко кресту. Галатам 3.13 говорит ясно и четко, что Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас клятвою, дабы благословение Аврамова распространилось и на нас. Аминь. Слава Господу. Одно из моих любимых мест Писания. Я избавлен от закона. Послушайте меня, люди. Библия говорит, что я избавлен от закона. И теперь благодать Божья на мне. В Римлянах 5.12 вы можете увидеть, что Павел говорит, что мы не просто живем, но что мы царствуем посредством дара праведности, который был дан нам по благодати Божьей. Благодать – это незаслуженное благорасположение Божье. Мне нравится, что Библия говорит о благодати. Мы не можем ее заработать. Правда? Мы не можем ее заслужить. Мы не можем ее получить за выслугу лет. Мы не можем ее приобрести никаким другим способом. Не можем ее получить по наследству, ни по дарственной, ни по какому-то другому там нотариально заверенному документу. Единственное, что мы можем сделать с благодатью – мы можем принять благодать от Господа. И мне это нравится. Аминь. Почему? Потому что мы люди. Потому что все мы этого не заслуживали. Но милость Божья состоит в том, и одна из свобод Божьих состоит в том, что мы имеем благодать, и проклятие закона невластно над ними. Знаете, что фарисей мог выучить весь закон? Знаете это? И некоторые были таковыми. И фарисей мог даже постараться исполнить весь закон. И даже если бы он исполнил весь закон, все равно бы он остался фарисеем. Все равно бы это ему не открывало доступ к благодати Божьей. Библия говорит, что закон был дан через Моисея. Но через Иисуса Христа произошли милость и истина. Закон не менял людей. Библия говорит, что жертвы закона не делали людей совершенными. Тех, кто к нему приходил. Евреям 10 глава. Они не могли сделать совершенными кровь козлов и тельцов, тех, кто приносил эти жертвы. То есть что-то не менялось с людьми. Знаете, это как... Можете делать что угодно, но если вы не родитесь выше, ничего не изменится. Я когда-то рассказывал историю, что у меня есть в саду, у меня есть яблоня, которую посадили, она по наследству досталась лет 30 назад. Единственная яблоня, которая напоминает мне о моей исторической родине Белоруссии. Белый налив. Говорят, ее когда-то привезли в Белоруссию, и она в Крыму растет. И я ее не стал удалять. И три года подряд я там живу, она приносит яблоки. Но яблоня очень старая. И знаете, что интересно, что паразиты, они уже живут внутри этого дерева. И когда появляется на них зависть, меня это радует, потому что, я думаю, будут прекрасные яблоки. И первый год я ничего не делал с этими яблоками. И они вызрели. И когда ты их начинаешь срывать, в каждом яблоке я находил червяка. Они вкусные, сочные, их откусываешь. И ты хочешь есть яблоко, а ешь целое компонентное блюдо. Мясо с овощами. Такой сладкий салат. А хотелось просто яблок. И каждое яблоко срываешь. Я искал поначалу, знаете, это как в спорт превратилось. Оно такое большое, плодовитое. Ты срываешь яблоко, смотришь, и это с червем, и это с червем, и это с червем. Мне говорят, обрабатывай. На второй год я стал обрабатывать это яблоко. Я посмотрел, появилась зависть, там раз обработал, обшикал, там запшикал. Но эти черви пережили все пестициды, которыми я их заливал. Второй год я их срываю летом, тоже они все червивые. Почему? Потому что само дерево поражено. Паразиты уже поселились внутрь. И если паразиты поселились внутрь, то и все плоды, которые оно дает, они червивые. Заливай их, не заливай. Понимаете, когда дерево стало поражено, простой библейский принцип. Написано, что хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. Мы часто пытаемся бороться с плодами, а надо следить за деревом, за корнем, который их приносит. И потом я понял, что вот это червивое яблоко, это знаете, это как жизнь человека, нерожденного свыше. Можно сделать что угодно. Можно окрасить его в любую религиозную окраску. Можно привезти его на любое собрание. Можно цитировать ему писание с утра до вечера. Можно петь и плясать с ним, все что угодно делать. Но пока человек не родится свыше, ничего не будет происходить с ним. Но когда ты рождаешься свыше, меняется твой менталитет. Старая природа умирает, и новая воскресает. И твой менталитет уже не является червивым. Твоя душа уже не является червивой. И она не будет приносить червивые плоды. Аминь. Вы что-то получаете сегодня? Мне нравится это. Мы избавлены от проклятия закона. Знаете, человеку нужно родиться свыше, для того, чтобы избавиться от этого. И когда мы рождаемся свыше, нам потом надо с этим поработать. Потому что Бог дает нам свободу. Но когда Бог дает вам свободу, на эту свободу многие покушаются. И тут важно, что ты будешь с этим делать. Мне нравится, почему я говорю послание к галатам. Потому что Павел описывал очень интересную ситуацию. Он начитает вторую главу послания к галатам с того, что он говорит, что я пришел с Титом для того, чтобы посмотреть и увидеть то Евангелие, которое я проповедовал. И он говорит, со мной пришли некоторые лжебратья, которые вкрали, чтобы посмотреть за той свободой, которой мы им во Христе Иисусе. И Павел описывает очень простую ситуацию. Однажды он пришел в Галатию, он проповедовал Евангелие, он рассказал людям об Иисусе Христе. Они приняли его жертву, они родились свыше, и они остались развиваться до того момента, пока не пришли братья из Иерусалима. Помните, да, этот момент? А братья из Иерусалима, они все-таки жили в Иерусалиме, в городе, который со своими традициями. И знаете, что они, родясь свыше, все так же они обрезывались, все так же они соблюдали по закону Моисеева дни очищения, у них было много разных процедур. Павел, который родился свыше, он провел свои годы своего младенческого христианства в другой церкви, в Антиохии. Правильно я говорю, да? Ученые что скажут? Нет, я прав. В Антиохии. Антиохия находилась на расстоянии порядка 500 километров от Иерусалима. Туда люди нечасто путешествовали, в том числе и апостолы нечасто приезжали, даже не раз в месяц, и не два раза в месяц, и не позвонишь, и по скайпу не свяжешься, и не знаешь, что там происходит. И в Антиохии собралась такая удивительная компания. Павел там был, Варнава, еще было несколько человек, там было около 4-х человек, таких основных в Антиохии, и все они, единственные, кто имел иудейские корни, это Павел, остальные пришли из других, знаете, извне. И традиции иудейские не мешали Павлу формироваться и другим. И поэтому Павел из Антиохии вышел свободным человеком. И когда он пришел в Галатии, он проповедовал людям Евангелие, Христа, и притом распятого, и люди родились свыше. А когда пришел туда Петр, Петр, первый папа, человек, который лично видел Иисуса, человек, который ходил по воде, человек, который пережил много интересных моментов в общении с Иисусом, он призвал Галатийцев обрезаться. Он сказал, если вы, хорошо, что вы родились свыше, но если вы не обрежетесь, то вы не спасетесь. И написано, что давление было настолько сильным, что Тит, который, будучи греком, он тоже решил обрезаться, хотя он был не из иудеев, но, знаете, за компанию. Его так уговорили, что он решил, да, видно, надо мне тоже обрезаться. Вот. И мне нравится Павел. Павел говорит, я противостал Петру. И знаете, что сказал Павел? Он говорит, если ты, иудей, живешь по-язычски, то почему ты принуждаешь язычников жить по-иудейски? Да, помните этот момент? Знаете, во второй главе послания Галатам, когда Павел пишет о своем противостоянии, он говорит, что я ни на час не отступил от Евангелия, который проповедовал. Я ни на час не согласился с тем, что говорил Петр. Он встал и противостал Петру. Знаете, я вам что хочу сказать, что в этом мире много учений и течений, я имею в виду в христианском мире, в том, в котором мы живем, которые будут принуждать вас обрезываться, подстраиваться, делать какие-то особенные вещи и что. То есть, суть закона, который приносится в христианском мире, сегодня многие учения говорят вот о чем. Иисус – это хорошо. Но Иисус – это не все, что тебе надо. Иисус плюс еще что-то – вот, что сделает тебя человеком. Иисус плюс нечто. И многие учения об этом говорят. Послушайте, Иисус совершенен сам по себе. А? Иисус совершенен сам по себе. Если у меня есть Иисус, тогда у меня есть все, что мне нужно. Если у меня нет Иисуса, тогда, что бы я ни делал, мне все равно ничего не достает. Но если есть Иисус у меня, значит, у меня все в порядке. Иисус – и это уже полнота. Вот о чем говорит Евангелие. Павел говорит, что когда я приходил к вам, я нарисовал перед вами Христа, как бы причем распятого. В Каринской церкви он пишет, когда я был у вас, я предпочитал ничего не знать, кроме распятого Христа. И постоянно он указывает на Христа, как на полноту. Почему? Потому что Христос является центром всего. Только через Христа приходит свобода. Христос является полнотой самим по себе. Без Иисуса, ребята, у вас ничего нет. Но если Иисус в центре вашего внимания, тогда есть все. Знаете, что Павел пишет в одном из посланий? Он говорит, я много чего знаю, но все почитаю тщетным ради познания Иисуса Христа. У Павла был опыт, у Павла был закон, у Павла было ученичество у Гамалиила, у Павла были традиции, у Павла было хорошее гражданство, да, правда? У него было хорошее положение, у него много чего было, но к Павлу приходит откровение. Иисус. Иисус является лично по дороге ему, и Павел получает откровение. И когда Павел получает откровение, он понимает, что все, что было до Иисуса в его жизни, это вообще ничего не значит. Но Иисус, это единственный правильный путь, по которому вы можете идти. Иисус, это единственная свобода, в которой вы можете жить. Понимаете? Многие учения сегодня навязывают то, что Иисус – это недостаточно. Иисус плюс нечто. Хочу вам сказать, что такие учения ставят под сомнение эффективность Иисуса Христа. Знаете, когда люди приходят к Иисусу и говорят, но со мной что-то не в порядке, вы говорите, Бог, твой сын не справился с той задачей, которую ты на него возложил. Он не до конца сделал свою работу. Тебе, может быть, придется снова его отправить на землю и заставить пройти через те муки, может быть, второй раз у него получится. Послушайте, но это не Божья точка зрения. Потому что Писание говорит, что жертва Иисуса Христа удовлетворила все небесное правосудие. Писание говорит, что Иисус является совершенной жертвой. Писание говорит, что Иисус является совершенным путем. Писание говорит, что Иисус является полнотой. Писание говорит, что Иисус является единственным путем, который приходит к Богу, И других путей нет. Аминь. Если Адам был... Так, немного я перескочил. Знаете, закон требует, но не дает. Благодать дает людям самое лучшее. Закон ставит перед человеком рамки. Благодать дает человеку надежду. Закон опускает человека, подстраивая под какие-то определенные вещи. Благодать высвобождает в человеке все самое лучшее. Аминь. Я буду верить в благодать. Я знаю, что есть закон, но я верю в благодать. В благодать Иисуса Христа. Я не заслужил ее. Я не искал Иисуса. Иисус пришел в мою жизнь. Он нашел меня. И Он поднял меня на новый уровень. И если я во Христе, я имею свободу. Мне все равно, что говорит свод правил и законов. Во Христе я имею свободу. Во Христе я имею благословение. Во Христе я имею благодать. С Христом меня нельзя остановить и нельзя со мной ничего сделать. Религия говорит, это будет твое когда-то. Библия говорит, это уже твое. Религия говорит, ты будешь исцелен когда-то. Библия говорит, ты уже исцелен ранами Иисуса Христа. Аминь. Религия говорит, когда-то ты будешь лучше. А Библия говорит, ты уже новое творение во Христе Иисусе. Библия говорит, что с твоим прошлым надо поработать. То есть, надо пройти обряд очищения, призвать бесогонов, чтобы они помолились за тебя, а Библия говорит, что во Христе я уже новое творение, и древнее все прошло, и теперь все новое. Аминь. Правда, библейская точка зрения немножко отличается от того, что говорит религия? Мне нравится, благодатью Божией я спасен, и это не от меня, это дар Божий. Знаете, что интересно, что когда люди видели Христа, люди бежали к Нему, они поклонялись Ему, они воздавали славу Ему. Почему? Потому что Иисус давал надежду. Правда я говорю? Иисус поднимал людей, которые были падшие, Иисус исцелял безнадежно больных, Иисус негодяям давал новый шанс, Иисус просто высвобождал в людях все самое лучшее. И когда люди видели Христа, они что делали? Они бежали к Нему. Но дьявол ослепляет умы людей для того, чтобы свет Евангелия не воссиял. Знаете, что знает сатана? Что если отвлечь людей внимание и для того, чтобы они не увидели Иисуса, то они будут потеряны всегда. Но если свет Евангелия светит, если люди видят Иисуса, они просто бросались к Нему. Так было, есть и будет. Почему? Потому что Иисус неизменен. Люди, когда слышат о благости Христа, они говорят, Бог мой, кто еще может так прощать? Кто еще может так любить? Кто еще может давать второй шанс? Кто может давать новую жизнь? Кто? Иисус. Но религиозные течения, они все время вуалируют Иисуса и пытаются его как-то скрасить, приукрасить. И за этими всеми регалиями меркнет простота Евангелия. Послушайте меня, люди. Если вы можете от чего-то освободить Украину, то вы можете ее освободить от религии, для того, чтобы люди могли познать Иисуса. Аминь. Даже если это христианская религия, от нее надо освободить Украину, для того, чтобы люди могли прийти к Иисусу. Аминь. Во Христе мы свободны от самих себя. Третья свобода. Павел говорит, я сораспялся Христу. Не важно, что говорит мое прошлое. Не важно, какой я был. Когда я принял Иисуса Христа, я умер на Голгофском кресте. И я был возрожден заново по образу и подобию Божьему. Вот почему Писание говорит, теперь ты новое творение. И древнее все прошло. И теперь все новое. Послушайте, мы свободны от самих себя. Люди часто говорят, люди представляют, что Иисус это сантехник, который пришел с разводным ключом, с фум-лентой, с прокладками, для того, чтобы там залатать какие-то дырочки. Послушайте, то, что было испорчено грехом, починить было нельзя. То, что было испорчено грехом, надо было уничтожить. Надо было убить. На Голгофском кресте. Для того, чтобы человек мог возродиться заново. Библия говорит, что первые люди переродились из жизни в смерть. Потому что первый человек, первый Адам, он был какой? Он был перстный, да? Он был душой живую. А Библия говорит, о последней одном столке, духом животворящим. Благодаря Иисусу Христу мы были перерождены из смерти в жизнь. То есть мы заново родились. Послушайте меня. Мы свободны от самих себя. Мы свободны от своего прошлого. Мы свободны от своей натуры. Мы свободны от пагубных привычек. Мы свободны от генетической наследственности. Потому что когда мы приходим ко Христу, мы умираем. Мы распинаемся вместе со Христом. И возрождаемся для новой жизни. Аминь. Люди часто этого не понимают. И основной аргумент тут людей. Мы такими уродились. Что делать, если я таким уродился? Это мнение мира, которое навязывает дьявол. Знаете, что самый большой аргумент, который сегодня используют представители так называемых сексуальных меньшинств, они говорят, мы такими родились. И врачи разводят руками. Они говорят, наверное, у них есть какая-то наследственность. Единственный их аргумент, которому не может противостоять обычный человек, они говорят, мы родились такими. У них там склонность такая, генетика такая или еще что-то. Но они говорят, мы такими родились, с этим ничего не поделаешь. Я с этим не спорю. Я общаюсь с такими людьми, проповедуем, но я не спорю с ними. Потому что спорить бесполезно. Я говорю, ну, родились хорошо, если вы такими. А как насчет нового рождения? Как насчет, чтобы переродиться? Как насчет, чтобы подняться над всем этим, а? И стать созданным по образу и подобию Божьему? Аминь. Христиане, послушайте, ведь это актуально для всех. Какими бы вы ни родились. Иногда люди говорят, ну, я такой характер у меня такой. Вот я злюсь, у меня такой характер. Послушай, ты можешь переродиться от этого характера. Люди говорят, у меня такая наследственность. Я говорю, ты можешь переродиться от этой наследственности. Люди говорят, я вырос таким, но ты можешь переродиться. Когда ты приходишь к Иисусу Христу, твоя древняя натура, она распинается. Я сораспялся Христу. Теперь я стал новым творением. Однажды, знаете, я, когда уверовал 17 лет назад, пришел к Иисусу, я пришел из мира наркомании. Я вам рассказывал часто, что я не мог жить без наркотиков. И когда я уверовал, в Беларуси был один всего лишь реабилитационный центр в 97 году. Где-то 50-ников там, и где он находился, я и не знал. Я просто в церкви родился свыше, и Бог что-то сделал со мной. И я начал понимать, что это не моя природа. Но поскольку я не всегда изменял свой менталитет, так рьяно, поначалу, знаете, ко мне возвращались древние иногда привычки, я ошибался, я падал. Я не делаю из этого секрет, я не могу сказать, что вот, все было хорошо. Да, были в моей жизни трудные времена. Пока однажды ко мне не пришел мой друг, и мы начали разговаривать. Я говорю, знаешь, я страдаю из-за того, что я уже год верующий, а я пару раз ошибался, и пару раз срывался, и кололся. И он говорит, ты читал Библию? Я говорю, да. Он мне открывает послание к римлянам, где написано, вы умрили для греха, как же вам жить вместе с ним? И он говорит, ты понимаешь эти слова? Я говорю, ну я читал. Он говорит, представь, что ты же был на похоронах. Я говорю, да, я перехоронил много своих друзей. А он говорит, когда человек умирает, что можно с ним сделать? Я говорю, ничего. Он говорит, как ты думаешь, чего интересует мнение людей? Я говорю, наверное, уже нет. Правда? Потому что, когда человек умирает, ему уже все равно. Ему все равно, в какой вы его костюм одели, в какого там гроб цвета, какие слова вы сказали, какие салаты были на поминках. Его это абсолютно не интересует. Потому что от воздействия этого мира он отрезан. Все, он закончил свой земной путь и начал свой путь в вечности. Он говорит, когда ты приходишь к Иисусу, Библия говорит, что ты умираешь для греха. То есть, грех не в состоянии противостоять над собой. Когда ты приходишь к Иисусу, все, для искушения этого мира, для своей природы, для своей наследственности, для того, чтобы было у тебя раньше, ты умер. Это не в состоянии для тебя воздействовать. И Библия говорит, почитайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога. И Павел говорит, я сораспялся Христу. И уже живу не я, но живет во мне Христос. А что живу во плоти, то живу как? Верою в Сына Божьего. Аминь. Не просто для Бога. Живу верою в Сына Божьего. То, что я живу во плоти сейчас, я живу верою в Сына Божьего. Верою в Сына Божьего. Я смотрю на Христа, смотрю на Его благость, смотрю на Его Слово. И позволяю своему несуну, которой есть вера, доставать оттуда, из моего внутреннего мира, нечто хорошее и приносить это в физический мир, для того, чтобы это было благословением для меня и благословением для людей. Аминь. И еще одна свобода, которую мы имеем во Христе, это свобода от греха. Римлянам 6 глава говорит об этом ясно и четко. Там 6-7 глава, если вы прочитаете 8-я, там 6-7 глава Павел описывает человека, который мучается, он говорит, что я делаю то, что неправильно, хотя я знаю, что это неправильно, и знаю, что это не надо делать, но это делаю. И там описано много интересных вещей, но мне нравится 8-я глава, он написан, нет ныне никакого осуждения, которое во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни, написано, что сделал, освободил меня от закона греха и смерти. Аминь. Послушайте, Библия говорит ясно снова и снова о свободе, о том, что мы свободные люди. Вы можете одеть на себя цепи рабства сами, соглашившись с мнением мира, согласившись еще с чем-то мнением, как бы там ни было. Библия говорит, стойте в свободе, которую даровал Христос, и не подвергайтесь игу рабства. Вам надо принять решение, что вы свободные люди, потому что кроме Иисуса никто и никогда не сделает вас свободными. Знаете, как заставляют осла работать? Перед ослом вешают морковку, и она перед ним, и куда ее повернули, туда он и идет, потому что ему хочется морковки. И осел может целый день ходить за морковкой, потому что если надо, чтобы он шел целый день, то ее не снимают целый день. И куда повернешь эту морковку, туда осел и направляется. Он хочет этого достигнуть, но никак не может. И потом, когда угодно хозяину, тогда его немного кормят. Но чтобы на следующий день, независимо от него, есть у него там крепатура, болят мышцы, там у него сильно он находился, слабо, хорошо он выспался или нет, чтобы заставить осла работать, нужно что снова? Перед ним повесить морковку, для того, чтобы он снова двигался. Подслуживайте, это состояние сегодняшнего христианства на 90%, осел с морковкой, потому что они говорят, я когда-нибудь достигну, я когда-нибудь встану, я снова пытаюсь быть свободным человеком, я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь, я пытаюсь, получилось, нет, ничего, приходи в следующее воскресенье, снова будем пытаться. Да? Вы свободные люди. Вы имеете свободу во Христе. Она по праву принадлежит вам. Вам нужно принять и согласиться с этим. Потому что если вы осознаете, что вы свободные люди, тогда вы сможете принести свободу другим. Если вы осознаете, что вы благословленные люди, вы сможете принести благословение на эту землю. Если вы осознаете, что вы праведные люди, тогда вы сможете принести праведность другим. Аминь. Если вы осознаете, что вы Божьи люди, тогда вы сможете привести людей к Богу. То, что происходит внутри вас, то будет происходить и вокруг вас. Послушайте меня, люди, хочу вам сказать очень простую фразу, очень простую мудрость. От вас остальные будут получать только то, что вы имеете. Вы никогда не сможете дать людям того, чего у вас нет. Вот почему все усилия политиков часто заканчиваются провалом. Потому что они пытаются дать людям то, чего у них нет. Как я уже говорил, рабы не могут дать людям свободу. Для того, чтобы дать что-то человеку, у тебя должно это быть. Знаете, если у меня этого нет, я не могу вам это дать. Вы можете у меня что-то попросить. Если у меня это есть, я могу вам это дать. Но если у меня этого нет, я не могу вам этого дать. Ваши дети приходят к вам и говорят, папа, мама, дай вот это. И вы можете дать детям только то, что у вас есть. Потому что если у вас этого нет, вы не можете этого дать. Правду я говорю? А, народ? Аминь. Поэтому если церковь сегодня не поднимется и не осознает, что она свободна, она никогда не сможет дать свободу людям. Вы можете дать только то, что у вас есть. Люди поверят вам только тогда, когда вы будете говорить то, во что сами верите. А? Правду я говорю? Люди поверят только в то, во что вы сами верите. Люди будут ожидать от вас то, только что вы ожидаете от самих себя. Потому что люди умные, они чувствуют, где ложь, а где истина. А истина только одна – в Иисусе Христе. И единственное, что нужно этим людям, как и всем остальным, – это Евангелие Иисуса Христа. И я не знаю, как вы, но я вижу большую жажду по Евангелию в этой части мира, во всех остальных. Я вижу, что все, что происходит здесь, – это от того, что люди не возрождены свыше. Людей надо привести к Богу. И Бог направит их пути. У Бога есть план для этой земли, как я уже говорил. У Бога есть путь для этой земли. Этот путь прекрасный. Этот путь совершенный. Этот путь благословенный. Это путь мира, развития. Это путь благословения. Это путь добра. Это Божий план, совершенный Божий план для этой земли и для всех народов, которые есть на этой земле. Но послушайте, только подсоединяясь к Божьему плану, вы сможете принести людям свободу. Только подсоединяясь к Божьему плану, вы можете принести людям освобождение. Только присоединяясь к Божьему плану, вы можете принести свет людям. Только присоединяясь к Божьему плану, вы можете принести людям мудрость. И можете показать путь, каким образом идти. Так как вы являетесь примером для этих людей. Библия говорит, что церковь – это та свеча, которая светит, и она светит наверху горы. Иисус говорит, что свечку ставят высоко, для того, чтобы как можно больше людей, они могли увидеть свет. Свечку не ставят под кроватью. В мире, может, свечку и ставят под кроватью или в углу. А вот если по-библейски, то ее ставят на самое высокое место, для того, чтобы как можно больше людей могло быть охвачено светом. И там, где появляется свет, там исчезает тьма. Поэтому ваше предназначение в этом мире – светить. Светить Божьим светом, светом Божьей любви, светом Божьего слова, светом Божьего благословения. Это ваше предназначение на все времена, независимо от того, мирное время или смутное время, независимо от того, что происходит. Ваше предназначение, когда вы приняли Иисуса Христа, отражать свет Иисуса каждому человеку, который встречается на вашем пути. И когда это начнет происходить, тогда ситуация будет в корне изменена. Тогда у людей этой страны появится будущее. Будущее не появится там, где сейчас тот, кто его обещает. Понимаете, те, кто сейчас обещают будущее этой стране, они умрут, как все остальные. Правду я говорю или нет? Вы думаете, что кто-то из тех политиков, которые сегодня что-то заявляют, они вечные? Нет. Не знаешь, сколько им осталось на самом деле. Правда? Но я знаю, что есть сущее от начала, пребывающего веки. Его Слово истина. На Его Слове держатся времена. Его Словом, Библия говорит, были сотворены веки. Да? А? Словом Божьим. Слово, которое не может нарушиться. Слово, которое определяет ход истории. Евангелие Иисуса Христа. Сущее от начала, которое не изменен. Он, который любит людей, который поднимает людей, который дает людям надежду. И у него есть план для этой земли. И только подсоединяясь к его плану, вы можете принести благословение на эту землю. Аминь. Поэтому, что бы ни происходило, я вам хочу сказать, Бог благ. Он добрый. Он любит нас. И у него есть хороший план для нашей жизни. И я хочу вам сказать еще раз. На этой земле есть жажда по Евангелию. Есть жажда по Евангелию на Украине. Не знаю, что говорят теологи. Не знаю, что говорят верующие люди. Не знаю, что говорят христиане. Но знаю, что Бог говорит, что наша работа не закончена. Пока есть люди, которые не знают Иисуса Христа, у нас есть занятие проповедовать Иисуса. Пока на земле есть больные люди, у нас есть занятие проповедовать исцеление. Пока есть на земле люди без надежды, у нас есть занятие приносить людям надежду. Пока есть потерянные, у нас есть занятие приносить людям спасение. Не знаю, как вы, у нас ни для кого не секрет, что у нас тут и у некоторых людей с этой церкви. Вот скоро с Сергеем мы отправляемся в одну интересную поездку. У нас есть планы на Кавказе, в Грузии, в Азербайджане. Сейчас мы до сих пор никак не можем договориться. Но я верю, что мы придем к консенсусу, к определенному. В Турции есть планы. Я вижу жажду по Евангелию. Совсем недавно к Канаму обратились люди из Индии. И они просят в мае посетить их страну. И они готовы организовать Крусейд. Причем они готовы организовать в тех штатах Индии, где очень такой низкий уровень жизни. И сейчас мы ведем активные переговоры, как это можно сделать. Я включаю скайп в телефоне, и мне два раза в день поступают звонки из Пакистана. Где не самая лучшая ситуация сейчас. Но в Пакистане живет почти миллиард людей. И этим людям надо Евангелие. Понимаете? У Бога есть планы для Пакистана. Там ситуация гораздо хуже, чем на Украине. Пакистан является одним из трех держав, которые контролируют мировой рынок наркотиков. Так называемый золотой треугольник. Афганистан, Пакистан и третья страна. Я точно не знаю, какая третья. Я знаю точно, что Афганистан и Пакистан – это 60% мирового наркорынка. Причем эти деньги, которые идут из Пакистана, тот героин, который происходит в Пакистане и идет на мировой рынок, деньги потребителей уходят на поддержку экстремистских и исламских организаций. Аль-Каиды, Аль-Джазира, Хизбут-Тахира и могу вам еще перечислять каких. То есть это деньги, которые идут на мировой экстремизм. И эти люди звонят два раза в день и говорят, приедьте к нам, пожалуйста, потому что нашей стране нужна Евангелие. Там люди осознают, что только Евангелие может изменить эту землю. Послушайте, работы гораздо больше, чем мы себе предполагали. Но я знаю, что Бог благ. Я знаю, что у Него есть план. Я знаю, что Он добрый. Аминь. Может, к кому-то из вас надо вместе с нами куда-то поехать? А? Народ, подумайте. Может быть, вам скучно здесь? Можем предложить вам увлекательное путешествие в какую-нибудь часть мира или земли, где люди нуждаются, где немножко другой уровень жизни, где по-другому все происходит. Но хочу вам сказать, у нас есть план, у нас есть цель. У Бога есть план для этой земли. И не знаю, как вы, я хочу быть частью этого плана на этой земле. Аминь. Давайте встанем на ноги и помолимся. Я знаю, что сегодня здесь будет молитва за Украину в 6 часов вечера. Будто в объявлении вам сюрприз сделают. Но это хорошее время. Хорошее время, потому что, я думаю, именно в общении с Богом вы можете увидеть план, который есть у Бога для этой земли. И стать частью этого плана. И притворить этот план в жизнь. Потому что Бог без вас его не сделает. Но я хочу молиться сейчас за вас. Я хочу молиться за христиан этой страны сейчас. Когда будет происходить молитва. Потому что, послушайте, я знаю, что телу Христову надо подняться с колен. Я знаю, что церкви надо встать в полный рост. И занять ту позицию, которую Бог приготовил для нее. Церковь должна стать той церковью, которую Бог и планировал изначально на этой земле. Церковь должна стать домом мира. Домом исцеления. Домом надежды. Вне всяких там фракций. У вас есть гражданская позиция. Я этого не отрицаю. У вас есть гражданский выбор. Потому что вы граждане определенного государства. Как и я являюсь гражданином определенного государства. Но я хочу сказать, что церковь, она является домом любви и домом исцеления. Церковь это где люди находят Божий свет. Поэтому я верю, что я хочу сейчас молиться вместе с вами. Чтобы церковь здесь встала с колен. Чтобы церковь стала той церковью, которую Бог ее приготовил. Чтобы церковь осознала свою функцию посреди тех процессов, которые происходят. И не сбивала свой фокус. Чтобы продолжала проповедовать, молиться за больных, именно приносить благословение людям. Аминь. Давайте склоним свои головы и будем молиться. Отец, я благодарю тебя за это время. Я благодарю тебя, что ты здесь. Я благодарю тебя за то, что ты не покидаешь и не оставляешь нас. Иногда кто-то говорит, что не чувствует твоего присутствия, что ты покидаешь кого-то. Но я знаю, что ты сказал в своем слове. Что ты с нами во все дни жизни до окончания века. Где бы мы ни были, куда бы мы ни шли. Иисус, ты с нами. Дух Святой, ты с нами. Бог Святой, ты с нами. Ты не оставляешь и не покидаешь нас. Я благодарю тебя за то, что у тебя есть план для этой земли. И твои планы, твое слово говорит, они только на добро. Это совершенный план. Отец, я молюсь тебе о том, чтобы именно твой план был выспользен для этой земли. Возможно, мы чего-то не видим. Может быть, мы не все понимаем. Но мы знаем, что твои пути несовершенные. Это не те пути, которые определяют люди. Но твои пути, они благие, они совершенные. И твои пути, они не терпят поражения. Отец, если с чем-то планом соглашаться, то я соглашаюсь с твоим планом для этой земли во имя Иисуса Христа. Я не знаю, каким образом ты будешь действовать. Но мы знаем, что ты будешь действовать. Мы верим тебе. Мы отдаем эту ситуацию в твои руки во имя Иисуса Христа. Мы благодарим тебя за мир на этой земле. Мы не хотим видеть эту землю разрушенной, в пожарище, в дыму, в крови. Мы хотим видеть ее расцветающей, цветущей, благословенной, исцеленной, радостной, светящейся, приносящей свет в другие концы земли. Во имя Иисуса Христа подними эту землю. Подними, Господь. Помоги нам увидеть твои планы и стать частью твоего плана во имя Иисуса Христа. Я молюсь тебе, Господь, о теле Христовом на этой земле, чтобы ее фокус не сбивался с твоего предназначения. Чтобы, Господь, они продолжали проповедовать Евангелие. Чтобы они продолжали приносить свет в сердца людей. Чтобы они продолжали молиться за больных. Чтобы они продолжали приносить твою надежду, твоего слова, Господь, потерянным людям. Во имя Иисуса Христа. Благодарю тебя, Отец. Что благодаря ясной и четкой христианской позиции все боги этой земли не будут разрушены. Все идолы будут разрушены. Все неправильные основания будут разрушены. Но единственным основанием для жизни здесь будет твое слово. Во имя Иисуса Христа. Твои принципы. Твоя мораль. Твоя нравственность. Во имя Иисуса Христа. Благодарим тебя, Господь. И мы соглашаемся с Твоим словом. Не с чьим-то мнением, но с Твоим мнением. И с Твоим планом. И мы благодарим тебя за эту землю. За эту землю, которая поднимется с колен. Мы благодарим тебя, Господь. За то, что эта земля будет похожа на Эдемский сад, Господь. Какой ты ее и планировал изначально. Благодарим тебя, Господь. Что сердцами людей здесь будешь управлять ты посредством своего духа. Ни амбиции, ни жадность, ни какие-то другие желания. Но, Господь, сердца этих людей, сердца царей, сердца вначальствующих, они будут обращены к Тебе. И они будут ходить перед Тобой. И исполнять Твой план. Во имя Иисуса Христа. Благодарим тебя, Господь. За то, что законы, которые будут приниматься на этой земле, они будут за людей, а не против людей. Во имя Иисуса Христа. Они будут благословением, а не проклятием для людей. Во имя Иисуса Христа. И ты повернешь, Господь, эту систему. Ты разрушишь систему мира. И поставишь систему, основанную на Твоем слове, которая будет благословением для каждого из людей. Во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь. Мы не знаем, как это будет. Но, Господь, мы перед Тобой. И мы открыты для Тебя. Бери каждого из нас. Используй нас, Господь. Употребляй его благо. Во имя Иисуса Христа. И все, кто согласен, могут сказать Аминь. Слава Богу. Слава Богу.